Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Владимир Соколов. Я директор практики ГЧП инфраструктурных проектов компании PWC Legal. Сегодня я расскажу вам о том, в краткой форме, чем является контракт жизненного цикла. Контракт жизненного цикла — это один из договорных механизмов, который в 2013 году был включен, добавлен в закон о контрактной системе закупок 44 ФСЗ в апреле 2013 года. В ноябре 2013 года было выпущено постановление правительства 10.887, в котором были установлены закрыты перечень оснований, когда такой контракт может быть заключен, видов деятельности. Так что же такое контракт жизненного цикла? Контракт жизненного цикла, если очень кратко, это возможность в рамках одной госзакупки объединить несколько стадий закупок. Стадию проектирования, стадию строительства и стадию технического обслуживания или в терминах закона о госзакупках содержание объекта. До этого в стандартной процедуре госзакупок с точки зрения позиции антимонопольного органа такое объединение закупок считалось нарушающим закон о конкуренции и часто оспаривалось. В этой связи был придуман специальный механизм, который позволяет в одном флаконе, в рамках одной закупки создать проект и в дальнейшем его обслуживать. Фактически, с точки зрения закона госзакупок это достаточно уникальный механизм, который часто обоснованно рассматривают как один из видов либо альтернативы структурирования проекта в рамках государственно-частного партнерства. Как я уже говорил, всего существует 20 видов деятельности, в рамках которых возможно заключение контрактов жизненного цикла. Наиболее часто используемое из них это создание автодорог, их реконструкция, и вот были внесены изменения несколько месяцев назад и капитальный ремонт. Также закупка медоборудования и оснащения клиник и последующие их содержания, культурные объекты, объекты спорта. Тем не менее, в качестве важного фактора, который надо иметь в виду, который существенно отличает контракт жизненного цикла от классических ГЧП-контрактов, как концессии или соглашения государственно-частного партнерства, является тот факт, что заключение такого контракта происходит исключительно по стандартам 44 ФЗ, закона о госзакупках и контрактной системе. И, соответственно, все те инструменты, которые доступны инвесторам и публичной стороне в рамках классических ГЧП-контрактов, в рамках 44 Закона, недоступны. Благодарю за внимание.